Здравствуйте, сегодня мы расскажем как изменить цвет и засушить срезанную гортензию. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Ну а мы начинаем. Мы привыкли покупать букет и восхищаться его красотой неделю-другую и скрипя сердце выкинуть уже осыпавшиеся растения. Но с гортензией возможно другая схема. Оказывается, ее можно покрасить или сохранить, высушив. Как это сделать, смотрите в этом видео. Садоводы любят экспериментировать с кислотностью почвы, чтобы покрасить растущий в саду кустарник с шарообразными соцветиями. Они добавляют в него алюминиевые растворы и окислители, и гортензия меняет цвет с голубого на синий или на розовый. Но при сильном желании покрасить можно и срезку, предварительно определив кислотно-щелочной баланс воды. Полоски-индикаторы для его определения продаются в аптеках. Если вы хотите, чтобы голубые лепесточки соцветий приобрели нежный розовый или ярко-красный оттенок, добавьте в воду лимонную кислоту. Чем больше капель, тем краснее будет тон. Самое доступное средство для увеличения щелочного уровня жидкости – развести в ней пищевую соду из расчета 600 мг на 240 мл. Теперь лепестки окрасятся в синий. Чем щелочнее, тем насыщеннее будет цвет. На белый цвет такие манипуляции не действуют. Но вы можете попробовать изменить цвет гортензии при помощи пищевых красителей. Достаточно развести их в воде. Но не забывайте, что это кустарник. Поэтому ее стебель плотный и окрашивается таким способом долго и неинтенсивно. Вы можете не только наслаждаться красотой свежих цветов, но и эстетично их высушить без сморщенных и скукожившихся лепестков, поникших бутонов и прочих нелицеприятных деталей. Цветок сохранит свой первоначальный вид. Может быть, станет чуть бледнее. Воздушный метод. Он не потребует от вас никаких усилий. Подвести цветы вниз соцветиями и оставьте на 2-4 недели в темном проветриваемом, но без сквозняков помещении. Главное – найти в доме подходящее место. Водный метод – сушка естественным путем. Наполните вазу отстоявшейся водой, так чтобы она скрывала половину стебля. Не подливайте воду. Дайте ей испариться. Процесс засушивания будет проходить несколько недель. Засушенные цветы очистите от пожелтевшей части стеблей и сухих лепестков. Прессование. Его минус в том, что цветы приобретут плоскую форму. В качестве пресса используйте любой тяжелый предмет с плоской поверхностью, книги-микроволновку или небольшую тумбочку. Разрежьте цветы пополам, чтобы лепесток круглого соцветия не помялись и не порвались. Уложите следующие слои – картон, несколько листов пергаментной бумаги, цветы, пергамент, картон, пресс. Нижние бумажные листы служат промокашкой и впитывают влагу. Каждые 2-3 дня меняйте их. Через 2 недели цветы высохнут. Вы можете их использовать в экибанах, аппликациях и коллажах. Оказывается, с обычным букетом можно делать столько всего интересного. Вы можете его покрасить или засушить, и наслаждаться видом срезанных гортензий в течение нескольких месяцев. Рукодельницы могут использовать нежные высушенные цветочки в творчестве. Если у вас есть дети, придумывайте вместе с ними чудесные флористические поделки из гортензии. Спасибо за просмотр. Если видео вам было интересно ставьте лайк и делитесь этим роликом. До новых встреч!